Здравствуйте! Эфир телеканала продолжит экспертное мнение. В Удмуртии появились агроклассы. Почти сотни школьников уже месяц занимаются по углубленной программе. Совсем недавно урок в специализированных классах провела министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова. Она сегодня гость нашей студии. Ольга Викторовна, здравствуйте. Добрый день. Удмуртия, как известный регион, аграрный. Действительно ли не хватает сегодня специалистов сельского хозяйства и как призваны исправить ситуацию специализированные классы? Я не могу сказать, что у нас сегодня есть острый недостаток в кадрах в целом в сельском хозяйстве. По данным сельхозорганизации 90 процентов укомплектованность кадровыми ресурсами. Но при всем при этом мы работаем сейчас в двух направлениях. Это кадры на будущее, на перспективу, поскольку средний возраст работающих в сельском хозяйстве больше 45 лет. И второй вопрос — это специалисты, которые способны отвечать новым технологическим веяниям, которые готовы работать с новыми технологиями. Так вот, агроклассы для нас — это возможность готовить специалистов на будущее, специалистов, которые будут увеличивать рост объемов производства и повышать технологичность отрасли. А где уже открыты такие классы? На сегодняшний день у нас 4 школы. 83-я школа города Ижевска, Завиаловский лицей, села Италмаз, Сигаевская средняя школа, Кикбаевская средняя школа. В общем и целом 92 агроклассника, и мы этим невероятно гордимся. Этого достаточно или есть какие-то планы по открытию новых агроклассов? Планы, конечно, есть. Этого недостаточно. Но для нас текущий год — это год пробы. То есть мы сейчас действительно откатываем учебную программу, мы сейчас откатываем программу практик, мы сейчас для себя формируем четкое понимание, что нужно работодателям, и как связать звено школа, СУС, ВУЗ. То есть наша задача самая большая — даже не обеспечить поступление детей в учебное заведение. Наша самая большая задача — это обеспечить поступление на работу детей, которые будут заканчивать специализированные эти агроклассы и учебное заведение с профподготовкой. А желающих вообще много учиться в таких классах? Отбор какой-то специальный? Чем дальше, тем больше на самом деле. Действительно, детям это любопытно. Хотя важно, чтобы это было интересно и родителям тоже. Я, например, встречалась с родителями учеников Сегаевской средней школы. Я понимаю, что для них сельское хозяйство — это тоже такая отрасль, в которой уже сложились стереотипы того, что отрасль сложная, безденежная. То есть есть масса проблем и, конечно, очень большое влияние на желание детей оказывают, в том числе родители. Но я думаю, что мы разовьем это направление, и родители, и дети, они будут все больше хотеть учиться в этих агроклассах. И если в текущем году пока четыре школы, будущий год, и у нас уже на сегодня есть заявки с других территорий, с других муниципальных образований по поводу включения их школ в этот проект. Но, повторюсь, мы пока сейчас в этом году отрабатываем все особенности вот этого процесса учебного, и на будущий год, даст бог, мы расширим количество школ, участников. Выпускники агроклассов имеют ли какие-то преференции при поступлении в ВУЗ или технику? Ну, смотрите, эта история тоже не самая простая, потому что сегодня все вопросы с поступлением регламентированы законодательством, в том числе стандартами образовательными. И мы для себя ставим такую задачу, и задача эта сейчас отрабатывается, я думаю, что это будет безусловно реализовано. На первом, в первый год учебы в агроклассе дети просто погружаются в профессию и для себя получают новое знание по поводу того, что такая профессия есть, такая отрасль есть, и она крайне важная и крайне нужная. Второй год — это возможность детям специализировать свои знания, то есть они уже будут заниматься непосредственно профориентацией, профподготовкой, и будут готовить свои индивидуальные проекты по тем направлениям, которые они для себя выбрали. И такие индивидуальные проекты, они будут являться приоритетом при поступлении детей. — То есть это уже конкретная научная деятельность, какие-то свои разработки. Какие предметы можете назвать, как называются вообще, чему учат? — Междисциплинарное сельское хозяйство — это междисциплинарная история. На самом деле здесь и биология, и физика, и химия, и раньше это называлось природоведение, и экология. То есть здесь все очень сильно между собой связано. На самом деле наша учебная программа построена по направлениям сельского хозяйства. То есть вот та лекция, на которой была я, это было погружение в профессию. То есть мы изучали с ребятами, а какая связь между сельским хозяйством и другими отраслями, и другими профессиями. Следующий блок, и вот в пятницу в эту у нас будет мой заместитель читать этот блок, блок животноводства. Где будут рассказывать о том, какие направления животноводства существуют, а что это за отрасль в принципе. Как развивается генетика в животноводстве, как осуществляется производство продукции, какие виды продукции, как обеспечивается контроль качества. Следующим блоком будет растеневодство, механизация. Ну то есть, собственно говоря, мы ориентируемся не на дисциплины, мы ориентируемся все-таки на направления. Кто обычно читает лекции, наверняка подобран какой-то педагогический состав. Этот проект называется, ну мы для себя такое название все-таки делаем, «Делай добро». Вот такое название нашего проекта. То есть он такой волонтерский. Совершенно верно. На сегодняшний день читать будут лекции в том числе сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия, в том числе представителей дилеров и поставщиков тех или иных продуктов, ну например техники, кормовых добавок на территорию Удмуртской республики, о чем у нас уже есть договоренности с ними. В том числе мы будем приглашать руководителей и специалистов сельхозорганизаций. Ну то есть мы сейчас пытаемся наработать этот проект по сути на добровольных началах. Ну в чем плюс волонтерства? Это же самые увлеченные люди. Это действительно должен быть очень интересный курс у каждого преподавателя. Более того, я вам скажу сейчас в своих соцсетях, я уже получаю предложения из других регионов, от специалистов других регионов, которые готовы в веб-режиме поработать с нашими ребятами. То есть провести веб-лекции, поработать с точки зрения практики в режиме онлайн. И мне кажется, это очень ценно, и только люди, которые увеличены профессией, сумеют зажечь детей. Ну это и как раз плюс вот эти современные технологии, о которых вы говорили. Ну и, наверное, специалисты сельского хозяйства невозможно представить себе без практики, без работы на земле, будут ли какие-то практические занятия в рамках этого курса. Безусловно, и весь проект, вся программа нацелена в первую очередь именно на практические занятия. Сейчас по местам размещения школ у нас подобраны производственные площадки. Мы благодарим наше аграрное предприятие, которое готово их предоставить и предоставляют. И именно на этих производственных площадках будут проходить часть производственных занятий. Например, мы будем знакомиться с технологией производства молока, с технологией кормления животных, с технологией выращивания тех или иных сельскохозяйственных культур. И в последующем все эти направления, кроме практики, с которой мы познакомимся, они будут находить свое отражение в лабораторных занятиях уже в классе, когда дети смогут проверить качество молока. Мне кажется, это интересно для детей, но это даже и для взрослых очень интересно. Есть информация, что даже организована группа для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Да, это для нас очень важная тема, и мы считаем, что надо дать возможность самореализоваться всем детям. У нас действительно есть такая группа, которую мы будем ориентировать в большей степени на ландшафтный, наверное, дизайн, на работы в области растеневодства, в которых дети одновременно могут и раскрыться, и повысить свои какие-то личные качества, улучшить свои личные качества. На сегодняшний день, я думаю, что с весны мы запустим обучение деток с особенным здоровьем на базе одного из техникумов города Ижевска, где у них будет прямо направление ландшафтный дизайн с получением сертификата о том, что они прослушали, получили и узнали. Нам кажется, это очень важная тема и для детей, и для родителей этих деток. И, собственно говоря, тоже почему бы нет возможности им в последующем в жизни трудоустроиться. Ну и вторая часть вопроса — это мы ориентируемся еще на тех детей, которые сегодня по многим причинам не готовы показать максимальный балл по ЕГЭ, по ОГЭ, то есть по тем стандартным схемам экзаменов, которые у нас есть. Мы тоже считаем, что если ты учишься сегодня на тройке, например, это не говорит о том, что ты не можешь стать хорошим агрономом. Поэтому и такие дети нам тоже очень нужны, и для них это тоже возможности, я считаю. Ну все верно. И в конце нашей программы я не могу не спросить об итогах этого сезона. Он был действительно непростым для сельхозпредприятий нашего региона, и, безусловно, сказалось, и дождливая погода. Как вышли из положения районы, и удалось ли получить компенсацию за погибший урожай? Ну, на самом деле, погода текущего года, у нас же каждый год есть какие-то проблемы в этом смысле. В сложности, безусловно. В смысле, да. И погода текущего года, она позволила нам вырастить очень хороший урожай. У нас за последние годы не было такой урожайности, 24,5 сантиметра с гектара. И это только то, что мы сумели собрать. Соответственно, по валовому сбору в текущем году из зерновых и зернобобовых культур мы обеспечили сбор 670 тысяч тонн. При этом мы не добрали по нашим площадям в пределах 100-110 тысяч тонн. Ну, это исходя из урожайности. Ну, к слову, для сравнения, в предыдущем году валовый сбор зерновых культур составлял 623 тысяч тонн. То есть мы, по факту, получили еще больше, чем в прошлом году. Но в процентах сколько прибавили? В пределах 4%. И что касается животноводства, здесь мы тоже активно очень развиваемся. Мы растем по реализации молока, по основному такому нашему параметру с точки зрения качества, с точки зрения запуска в переработку. Мы прорастаем 9% по отношению к уровню предыдущего года. С товарностью молока 91%. В прошлом году у нас товарность была всего 88%. И это, опять-таки, результат работы наших сельхозтоваропроизводителей над своим качеством, над своими технологиями. То есть в этом смысле они очень прогрессивны и хорошо развиваются. Что касается выплат по чрезвычайной ситуации, ну, пока у нас все, конечно, еще в таком формате, когда мы не получили окончательное «да» по поводу согласования этих выплат с федерацией, поскольку мы делали запрос в федеральный бюджет. И пока мы в ожидании. Стоит ли уповать каждый год действительно рассчитывать на вот эту федеральную поддержку? Или есть какие-то другие механизмы, которые могут помочь нашим сельхозпроизводителям? Ну, на самом деле, у нас очень много сельхозтоваропроизводителей прямо справились с такими условиями, изменив схему заготовки кормов, заготовив больше зернов урожая, нежели ожидать, например, получения зерна товарного. Ну, то есть это вопрос технологий, но я считаю, что, конечно, здесь нужно суметь быть гибким. Суметь быть гибким с точки зрения сбора урожая, если мы сейчас про растеневодство говорим. А страхованием насколько активно пользуются? Пока нас по страхованию сельхозорганизации не высказывают большого желания использовать эту меру, но мы заключили соглашение с Национальным союзом агро-страховщиков, в рамках которого предполагается сопровождение Национального союза вот этого наших сделок по страхованию с момента заключения договора до момента обеспечения страховых выплат в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. И встречи в рамках этой дорожной карты у нас начнутся уже в декабре сельхозтоваропроизводителями, поэтому посмотрим, как мы войдем в весну. Здесь, конечно, тоже очень важна заинтересованность сельхозорганизаций, то есть они тоже должны понимать, что страхование все же это инструмент поддержки. То есть этот путь может оказаться достаточно эффективным? Да, конечно, но другой вопрос чистоплотность сделок, которая сегодня проходит в рамках агро-страхования, потому что не всегда страховые компании имеют желание осуществить страховые выплаты, и при этом не каждый сельхозтоваропроизводитель сможет доказать, что он предпринял все необходимые меры для того, чтобы сохранить урожай. Все-таки мы работаем под небом, то есть у нас нет крыши над головой, и очень много рисков, очень много неизвестных факторов. Уже аграрий начинает готовиться к новому сезону. Пусть он действительно пройдет удачнее, чем этот. Я вас благодарю за участие в программе. Напомню, что сегодня гостем нашей студии была министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова и это «Экспертное мнение». До встречи.